Всем привет, друзья! С вами Вадим Двак и Хаос, и добро пожаловать в третью доту! Именно так окрестили доту мои подписчики, доту в рефорджете. Я думал, что добро пожаловать в 2007-й. Тут всё, видите, новенькое, свеженькое. Только сегодня появились эльфы в игре, и уже сейчас я для вас записываю доту. Хотел я сделать это раньше, но со стандартными модельками и старого варика, в принципе, особо не было бы смысла. Это была бы всё-таки та же дота. А здесь у нас прям вот переделанный дотец, новые башенки, новые текстурки, враг вот такой вот тоже у нас новый. Так что, в принципе, даже если вы хейтите непосредственно доту, то, в принципе, вот дота... Ну, сейчас и вообще развитие рефорджета, мне кажется, должно быть не только с точки зрения киберспорта, но в первую очередь с точки зрения редактора, потому что можно наклепать в редакторе что-то прям замечательное. Кинтос, как вы видите, урчит довольно-таки согласно. Я играю сейчас с ботами, я один ботов в пять, то есть мне надо будет как-то им наваливать, это очень сложно, они будут пушить меня по всем линиям. Ух, как давно я, конечно, в доту с ботами не играл. Это, конечно, не какой-нибудь там open AI или что-то такое. Видите, кинтос у нас довольно суровый. Ой-ой-ой, крипов не заблочил, ну бас, ну такой-то тушкой, по идее. И алло-алло, ты что у меня под ногами-то проходишь, блин, пешком под стол ходил. Алло-алло, нормально, вот тот вот ушел. Что-то вообще, видимо, физически есть какой-то диссонанс между физическим размером моделью. Хотел я дровку взять, но, блин, гадский гад противник ее взял. Ну, за это мы будем его щемить. Так вот, то есть я надеюсь, что вот такая вот полноценная дота, в которую, конечно, сейчас нет смысла играть в таком вот виде, ну, разве что разочек на видео, она будет в том числе таким трамплином для кастома. То есть сама вот эта вот история доты, карты, которая стала игрой популярнее, чем сама вот сам изначальный Warcraft. А как бы я ни любил Warcraft, естественно, по доте там проводятся миллионные интернешналы, а по Warcraft там 10 тысяч долларов призовых. Это уже топово. На, просто изи, ФБ. Да, как я давно не слышал этих звуков. Не, ну хотя мы в первую доту-то играли с конфой когда-то там где-то, ну, когда интернешнл был. Или никогда, ну ладно, неважно. Когда был интернешнл? Интернешнл в августе был. То есть противники тут вовсю пушат нас. Вампир. Жучок, какой маленький жучок. Леон. Ёпрест, что не так с Леоном? Леон это у нас этот шаман красных орков. Но что-то он выглядит как-то, как-то странно. Кстати, я немножечко прокачался, как вы видите. А ульта у меня дает силу, как, ну, здесь старая версия, то есть здесь, короче, этот. Ульта в новой версии вроде как кинтос начинает бегать, как бешеный. Так, а что у меня нанлок выключен? Давайте, побежали, короче. Наша цель на другие линии. Смотрите, короче, дровка поняла, что против нее слишком опытный дотер, который гонял ботов еще там в 2000 каком-нибудь там пятом году. Поэтому она переместилась на бот, но опытный дотер поймает ее и тут. Деревца у нас растут. Не знаю, есть ли в этой версии руны. Но сейчас, сейчас нам предстоит великая битва. Один на три. Я думаю, что я им наваляю. А ну сюда, друзья, а ну сюда, на. У тебя союзных нету ботов? Нет, я поставил чисто врагов. Э, алло, алло, ты куда пошел? А ну, жучара, сюда. А ну сюда, жучара. Ё-моё, говорит мой кинтос. Враг пытается убежать, но у него это не получится, потому что он не умеет убежать, потому что он тупой бот. На, и жучара. Вот жук красивый. А почему жук красивый? Потому что, блин, он похож. А что-то Саша не работает как-то у меня. Алло, Александр, вы что? Так, сапоги, бей. Бей. А ну жука, гаси. Гаси, жука. С фейсбутцами, видите, вы проходите сквозь крипцов, но я думаю, что я... Э, а что-то он какой-то сильный. Ладно, давайте купим себе топор. Посмотрим, как здесь выглядит лесной магазинчик. Причем здесь про мясы пишутся. Ничего себе, прям. Так, ну сейчас у меня будет много силы, значит, много регена. Правда, и хп станет больше. Ну и надо, наверное, показать вам руну. А руны нету. Ну, кстати, водичка. Как вам блики на воде? У меня сейчас все, естественно, стоит на максималках в игре. Наконец-таки можно играть с тенями. Вот, кстати, тень такая прям. Ну, не факт, что это прям то, что надо, конечно, но приятно, что сейчас, конечно, будет расцвет... Блин, что-то я такой кривой по крипам не попадаю. Сейчас будет расцвет всяких вот карт, ориентированных на графику, потому что с графикой здесь все хорошо. Ну, главное, чтобы, в общем, был редактор удобный. Ну, мне кажется, что нужна какая-то монетизация для картостроителей, то есть, чтобы... А, не, вот руна инвиза. Оп. Ну, руны в Warcraft, к сожалению, в Reforged выглядит очень плохо. Вообще незаметно, что это руны. Смотрите, наша старая знакомая побежала на бот. Ой, белый фулборг. А где голова? А, он очень сильно сутурится. Блин, как я, когда, блин, играю в доту. Офигеть. Видите, насколько вот сразу видно, что игра вот сделана в 19-м году. Она заботится о вашем здоровье. И вы смотрите на белого фулборга и понимаете, что, в принципе, вы не сильно отличаетесь, к сожалению, от белого фулборга. Десятый левел. Это значит отражалка. А ну сюда подошел, сюда подошел. Давайте сапоги, сапожки, шарах. Э, убежал, гад. Гони. А, блин, у меня сапоги уже пропали. Ну, посмотрите, бот это сильный, боты меня побеждают. Что ж такое-то, катапульту тут раздолбали. Вот, кстати, катапульта, я ее не показал сегодня, в сегодняшнем видосе. А ну сюда. Дабл элдж, как видите, манны не требуют. Давай, еще разочек. Оть! И, к сожалению, к сожалению, кинтос погибает. Да, ребят, не договорил я про монетизацию. Так вот, я считаю, что если Blizzard какую-то добавит монетизацию, возможность картостроителям зарабатывать, то тогда будет реально расцвет картостроительства. Потому что большинство картостроителей сейчас не делают карты не потому, что им надоел Warcraft или что-то еще, по крайней мере, те, с кем я общался. А потому что надо работать или учиться зарабатывать деньги, блин. Мы живем в капитализме, тут не то, что там от каждого типа там по потребностям, каждому по способностям, что-то такое. Точнее наоборот, ну ладно. Так, то есть, блин, если бы была бы какая-то коммерческая поддержка... Ну, сейчас, конечно, там Вадимка конкурс организует, там XGM что-то намутит. Но хотелось бы, конечно, вот что-то централизованное от Blizzard. Это было бы круто. Я пока, конечно, такие инновационные идеи вообще ни с ними не задвигаю. Я боюсь, это будет слишком. Но надеюсь, что, надеюсь, что когда-нибудь до этого дойдет. Если забыл я ник поменять. О, мой брат! Смотрите, попробуйте найти три отличия. И, кстати, как вам вот графон, где вам больше нравится? В оригинальной доте, в самой первой, во второй или вот в Reforgedовской? Но хочу опять-таки сказать, что это такая дешманская версия, соответственно, здесь все неоптимизируем. Вон, угасено. Что-то все угасено, ребята, все угасено. Надо, наверное, этот, бежать волчары вот у нас. Блин, сейчас... Ой, какой я молодец, скобочков нет. Ой. Блин, тут на ноуте еще Dell. Где Dell? Вот Dell. Ничего не видно. Йок, РСТ. Все угасено. Все уже угасено до нас. Блин, что-то деревья вблизи не особо симпатичные. А, возможно, это какие-то специальные текстурки, что ли? Ну, то есть, кастомные деревья, не из Reforged. Да, что-то кинтос совсем не щадит своих союзников. Давайте этот, хочешь немножечко бэкдора, давайте забежим сюда. Посмотрим, что у нас есть. Башня, башня неуязвима. Как, в общем-то, логично бараки. Ну, проклятая земля, честно говоря, мне не очень нравится. Она выглядит очень плоско. Так, ну, здесь магазин, работяга, как обычно, бьет ли фонтан? Ать, бьет фонтан. Мы поняли, хорошо. Давайте полетим вниз и наваляем снизу крепцам. Я же сильный. Очень, очень сильно по-другому выглядит. Кстати, крепы покупают айтемы, если вам показалось, что нет. Это не так. Ой-ой-ой. Очень сильно по-другому выглядит ли он. Вот. А, пасить, помогите. Мне хулиганы зрения лишают. Фух. Блин, ну, мне главное добыл лэш не юзать, потому что я задинаю с нафига. На, просто руки, просто руки. На, блин, армора не хватает. Ну, вот, к сожалению, погибкин тот. Ну, что ж, друзья, решил показать вам неторопливо базу андедов. Вот так вот она выглядит. Ну, в общем-то, так как меньше поменялись здания нежити, поэтому и база больше похожа на старую. Довольно плоская проклятая земля. Ледяной трон симпатичненький. Ну, и посмотрим главного персонажа в доте, а именно Рошана. Ну, что ж, друзья, готовы встретить босса? Вот такой вот у нас гранитный голем. Шикарное отражение в воде. Выглядит он совсем по-другому. И самое забавное, что старый Рошан выглядел скорее от цвета, вот как моя нага. И вы видите, что прям как стандартная дота не дают мне на мид. Приходится идти на низ. Но играть мы, конечно, не будем. Придем, наваляем врагам и ливанем. В этой версии можно купить сразу двух героев. В общем-то, теперь у меня будет поддержка. Так, это movement speed и damage. Все, сейчас у нас triple line. Все по традиции дотеров не успел. Я подблочил крипов, только, к сожалению, такой вот у нас бородатый вампир. Интересно, что ликантроп теперь с крыльями. Я путал балонара и ликантропа, потому что... Хм... Теперь все демоны крылатые. Ну, многие демоны, по крайней мере, крылатые. И поэтому можно очень легко напутать. Что, противник тут крипов в лесу отводит? Алё, хватит. Талончик красивый. О-о-о, и встречается здесь какой ход, кей? В. На. Ать. Блин, не успел, не успел, не успел. Ну же, ну же. Дайвим под башню. Нееееет, ребят, я не проиграю, честно. Так. Ну, одного героя потеряли, но неважно. И давайте вот рядом с этими двухголовыми ограми мы закончим видос. Всем пока, друзья. Пишите, как вам дота в Reforged.